Следующая тема, да, уже у нас? Да. И там про JavaScript мы сейчас вжарим. Да, здесь Эрик Эллиот нам рассказывает о том, что он благодарен за JS Усталость. Ты понимаешь, что Эрик Эллиот, он, по-моему, благодарен за то, что ему электрогитару когда-то дали. Вот ты посмотри на него. Я согласен, он прям в зал должен медиаторы кидать между этими песнями. Ну, так делают, кстати, ты знал? Ну, конечно, знал. Ну, вдруг. Я, кстати, скажу, что мы вот про JS Усталость говорили. А как узнать, в каком выпуске? Нам же часто говорят, а что вот вы не говорите, где вы уже говорили или не повторяетесь? А понимаешь, хоть говори, хоть насири я. Это, во-первых, вот я сейчас делаю, чтобы не насирить. Я захожу на yourdesign.ru, есть такой ресурс. И там есть поиск на сайте, в сайтбаре. И что, прям работает? Я пишу туда слово «Усталость» и, опа, сразу подкаст с Трампом. Как лечить JavaScript усталость. 101 выпуск. Для тех наших подписчиков, которые слышат звон, да не знают, где он. Можно посмотреть, где звон с помощью поиска на нашем сайте. Возможно, которые как шестилетки все еще. Да. Но теперь они как шестерки. Потому что я им говорю, идите и посмотрите поиск на сайте. Там круто. Он еще и молниеносен. Быстр. Че так дерзок, как пуля резок. Я бы даже так сказал. Ну и что, Эрик Эллиот, звезда, рок-звезда нам. Рок-звезда нам говорит, что, конечно, учить JavaScript иногда бывает обескураживающе. Иногда, мне кажется, что выучить все по JavaScript, это как высушить океан полотенцем пляжным. Я думал, как все медиаторы в мире выкинуть. Как кинуть по медиатору каждому чуваку в зале. Да, это никогда не случится. И, конечно же, ни одно живое существо никогда не проникнет в каждый уголок JavaScript, CSS и Web API. Конечно, никто никогда не узнает все про веб-архитектуру, ноду GraphQL, SQL, NoSQL. Асинхронный Control Flows. Ну, короче, я не буду перечислять все, что мы не узнаем. Ты не знаешь, что такое GraphQL? Нет. Не, ну ты же SQL-бог. Вдруг GraphQL это там что-то новое. Это, видимо, когда графами что-то стоит. Когда ты в графстве, ты имеешь в виду сидишь и на SQL. Ну, согласен, согласен, да. Но, говорит, этого не случится. И ничего с этим не сделает. Дэн Абрамов, кто бы это ни был, тоже не справляется. Брэндон Айк, создатель JavaScript, он тоже, говорит, не справляется. И не надо паниковать, потому что вы не справляетесь. Мы все на одном и том же поезде. Причем Bullet Train, это скоростной поезд, который именно прям как Сапсан практически. Ну, не Сапсан, а все-таки японские. Нормальные, где 900 км в час скорость, как у самолетов. А у нас что, не нормально? У нас 300 там, и еле-еле еще там колышется. Все еще тебя трясет, как... Ну, хотя, скорее, это тебе говорит, трясется, Сапсан? Нет, он плывет, плывет, вообще. Ну, все, значит, хорошо. Хоть что-то он наврал в своей статье. А, собственно, он вообще об этом не говорит, а это я так что приврал. Черт, как я подписал-то рок-звезду на вранье за секунду. Вот тебе Uweb Design подкаст «Суровый веб». Сто процентов правды. И говорит, неважно, на каком вы сиденье, все равно мир за окном... Ты имеешь в виду с точенными или с... Да, да, про это тоже будет у нас еще сегодня. Неважно, на какой ты стул сел, а на кого посадил маму. Все равно за окном блюр. Понимаешь, это он нам говорит о том, что так быстро все развивается в JavaScript, что ты не можешь сконцентрировать даже взгляд. И что ему тогда нравится, давай? А он говорит, вот смотри, это же круто, когда есть так много маленьких уголков веб-платформы, что мы можем их узнавать. Даже мы, эксперты, только в своем же дерьме разбираемся. По шестилеткам. Ну он, то есть, исследователь некий, да? И он, да, и он говорит, излечить JavaScript усталость не означает выучить все. Лечение — это просто прекратить беспокоиться и стараться все выучить. Просто прекратить изучать. Просто прекратить изучать JavaScript на стройку пойти. И все. Ну нет, говорит, учить только те части, которые вас прям заводят. От которых шищак прям нахухливается. И здесь прям у него фраза. Я сначала в оригинале прям прочитаю. Make peace with your focus. It's that simple. Так. Достигните умиротворения просто сфокусировавшись. Это вот так просто. Блин. Он пошел дальше по Филу Шиллеру. Что делает, а? Для тех, кто вновь подключился и не знает мем про пошел дальше по Филу Шиллеру. Фил Шиллер в своих анонсах. А Фил Шиллер для тех, кто только подключился. Это у World Wide маркетолог. У Apple самый главный. А Apple, кто только... Ну вы поняли. Короче говоря, да. Не, я думал, ты знаешь, как скажешь. А Фил Шиллер это посмотрите в прошлой презентации Apple. Как подкасты. Ну да, да. А прошлая презентация Apple на Apple.com. Ну, говорит, я в принципе же тоже недавно вот прототипировал, говорит, приложение. Я на ванильном JavaScript всего лишь делал. Представьте, говорит, себе. Прямо два дня целых работал на нем. Никакие библиотечки не подключал. Да. Только одну уведомление... Одну только зависимость подключил. Не знаю какую. Видимо от JavaScript. Возможно героиновую, да. Или от JavaScript. Потом, конечно, добавил React Redux. Но я, говорит, ты без них бы справился. MVP, Minimal Viable Product работал. Я мог все приложение построить. И ни один щеночек бы не пострадал. Он, правда, все равно React-тику-то вжарил по вене с Redux. Я просто вспомнил про его метафору, про Bullet Train. И, возможно... Возможно, какой-то там из фреймворков, который он подключился, это когда в тамбур выходишь, посырай. Да. Я тоже. Вот до того, как ты сказал, я знал, что будет именно это. Что еще в поезде можно с React сделать? Только в тамбуре насрать. Вот это и есть React. Это кто-то ехал на JavaScript в поезде и в тамбуре насрал. Просто кучу навалил. А Redux, это чувак, который подошел в эту же кучу, отлил и воняет на ней с тамбур. Я просто... У меня вопрос складывается. Почему мы не в конце подкаста? Начали. Потому что мы до перерыва уже упоролись просто и все незаметно. Так, ну давай. Так вот, и everything is amazing. Все же, говорит, удивительное на самом деле. Я, говорит, каждый раз, когда слышу JavaScript усталость, мне, говорит, сразу симпатично. Понял, говорит, симпатично. Но я, говорит, так же и задумываюсь, что хоть как бы все и обескураживает, но это же, говорит, так глупо от этого раздражаться. Так. Поэтому, вот, это же, говорит, как ребеночек, который входит в комнату полную подарков и рождественских тортов. И он начинает жаловаться, что так много подарков, они такие разные, их все надо открывать и жрать. Вау. Это, говорит, как зайти в ресторан и увидеть, что все блюда любимые бесплатно, ты не знаешь, какое выбрать. Потому что для него библиотеки – это бесплатные блюда, а не то, что вот мы сказали три минуты назад. Так что вот так вот. Кстати, здесь он по логовичу, он говорит, что вот возможности… Ему бесплатно это? Во-первых, это… Во-вторых, возможность учить JavaScript это как иметь всю алчность мирового знания на кончиках пальцев. 10 из 10. 12 из 10 здесь даже я попрошу. И, говорит, вы, говорит, как бы это все у вас есть, а вы все равно жалуете, что не можете найти видео с котиками на YouTube. Вот это, говорит, так же тупо. Everything is amazing and nobody is happy. Все присытились, потому что. Я, говорит, когда учился кодить профессионально, я не то чтобы фреймворк выбирал, я, говорит, язык выбирал. Представьте, говорит, себе, что раньше-то было. И ничего не жаловались, выбирали язык нахрен и шли. И понимали, что если мы сейчас не так выберем язык, мы потом будем не 100 тысяч долларов в год получать, а 60. А это уже большая разница. И он выбрал JavaScript? Не JavaScript? Нет, он сказал, когда я начинал, был CC++ Java. JS еще был только темной лошадкой. Рельсы вообще еще не существовали. А PHP еще был до-вордпрессовый. Ну, понятно, кал. Вот. Он как бы и сейчас-то не очень, но да. Я, говорит, благодарен всем вам. Тим Бернсли, Брэндон Айк, Джон Рессик какой-то. Перечисляют еще кучу людей. Там CJ из этого, из GTA. Брюс Алмайти. JavaScript-чирлидер. Это, видимо, ресурс какой-то. JS-чирлидер. И, говорит, ты. И ты, уважаемый подписчик, тоже его вдохновляешь. Блин. Эрика Эллиот, когда он тебе медиатор выкидывает, вот эту статью как медиатор. Так что, я вот, говорит, сейчас праздники начинаются. Я понял, что у меня уже много подарков. Это все джавоскриплибиблиотеки. Блин, что творит? Они настолько удивительные, что все прям комьюнити, их обменивается ими как подарочками. Давайте вместе на них все строить, и круто будет. Ваш Эрик Эллиот. Просто я тебе хочу тебя заставить зайти на Эрика Эллиот, а сначала на страницу на Медиум, а потом к нему перейти в Твиттер. И он, между прочим, у него в Твиттер-хедере, у него, во-первых, дохренища твитов, дохренища читателей, дохренища ему нравится. Но у него еще там в обложечке, видимо, обложечка с какой-то этой, книжечки. Да. Robust Web Architecture with Node, HTML5, Modern JS Libraries. Может быть, он писатель еще? Фантаст. Я могу тебе так сказать. Я могу зайти, опять же, в прямом эфире, почему бы нашим подписчикам не узнать все об Эрике Эллиоте. У него есть erikeelliotgs.com, и книга-то называется Programming JavaScript Applications. Чтобы вы понимали, уважаемые подписчики, пользуясь случаем, я зайду на ewebdesign.ru slash books. Опа. Есть такой ресурс на замечательном сайте. И там для ознакомления. И там только для вашего ознакомления. Вы как только скачаете книгу, пойдете и купите собственную копию. Да. Чтобы поддержать коллег. Издательство. Издательство и коллег. Там нет этой книги, но мы ее в паблике выкладывали когда-то давно. Но как бы да. Здесь и другие более понтовые книги. Например, Learning JavaScript, третье издание. Это прекрасная книга. Там уже про ECMAScript 6.0, 2015. Все вот это вот. Про LED и прочие Arrow Functions. Отлично. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова